И как лично я понимаю, работать это будет не особо быстро, потому что посмотрите вот на эту всю клавиатуру, и пока что его установка добровольная, но позже всех обновят до этой версии. Ну, знаете, так, добровольно-принудительно, как я уже об этом, обо всем рассказывал. В Arizona Roleplay теперь это вот добровольно-принудительно, если теперь там вот эта вот вся клавиатура, она в обязательном порядке, и нельзя поставить ад. Возможно, стоит даже скачать новую версию Arizona Mobile для того, чтобы все это протестировать, посмотрите вообще, как все это работает, потому что я в Arizona Mobile не заходил после редизайна. Еще с самого-самого первого редизайна, который я показывал, все это вот случилось именно так. Зачем? Почему? От кого? Для чего? То есть, для чего они сделали клавиатуру с андроида? То есть, твоей обычной клавиатурой, которая может немного, так знаете, не особо правильно отображаться на экране игры, мне вот становится страшновато. За людей, которые активно играли на Arizona Mobile при помощи как раз-таки вот этого своего... Ну что ж, друзья, прочие молодые люди, я вас всех приветствую. Это Arizona Mobile Digest или что-то наподобие того, потому что я обещал о всех нововведениях Arizona Mobile рассказывать вам всегда в добровольно-принудительном порядке, и, в общем-то, вы все это именно поэтому должны смотреть, просматривать и оставлять свои видеоотзывы, видеорецензии и все прочие вещи также вы должны делать. Поэтому, ну давайте перейдем к новости, и там я уже что-то вот поподробнее, возможно, расскажу, покажу и прочие вещи также сделаю. Сегодня, ну точнее вчера, а то, когда вы это смотрите, это может быть вообще месяц назад, вышло обновление мобильного клиента Arizona Roleplay. Пока что его установка добровольная, но позже всех обновят до этой версии. Ну, знаете, так добровольно-принудительно, как я уже об этом обо всем рассказывал. Теперь в клиенте реализована синхронизация автономеров и езда верхом на авто, а еще появилась поддержка всех анимаций и активных действий. Также обновилась клавиатура, в которой стал доступен Binder. Ну и самое интересное, теперь прицеливаться придется вручную, потому что автоприцел больше не работает. И знаете еще в чем все дело? Я заметил, что, видимо, теперь ты набираешь текст и все прочие вещи не на обычной клавиатуре, вот этой вот всей GTA-самповской, а на своей клавиатуре с телефона. И как лично я понимаю, работать это будет не особо быстро, потому что посмотрите вот на эту всю клавиатуру и вспомните, как у вас там, допустим, переключаются языки и делаются все прочие вещи. Нет, у меня-то, разумеется, без багов, лагов, но даже там иногда такое бывает. Когда ты, допустим, быстро переходишь из одного приложения в другое, и типа там что-то зависает, что-то подлагивает, еще какие-то вот эти вот все прочие вещи происходят, и не особо удобно. Если в Arizona Roleplay теперь это вот добровольно принудительно, если теперь там вот эта вот вся клавиатура, она в обязательном порядке, и нельзя поставить вот эту вот обычную самповскую клавиатуру, которая была очень легкой, простой, удобной, и буквы там находились далеко, по ним можно было попадать, по ним можно было делать все прочие вещи, то сейчас прям вот, ну это какой-то, как мне кажется, будет ад. Возможно, стоит даже скачать новую версию Arizona Mobile для того, чтобы все это протестировать, посмотрели вообще, как все это работает, потому что я в Arizona Mobile не заходил после редизайна. Еще самого-самого первого редизайна, который я показывал несколько месяцев назад, по-моему, это еще было там, я не знаю, то ли летом, то ли еще, когда я не... Но это было очень давно, очень-очень давно. И сейчас, смотря на все это, я прям не могу вот себе представить, неужели действительно все это вот случилось именно так? Зачем? Почему? От кого? Для чего? То есть, для чего они сделали клавиатуру с андроида? Вот у меня ко всем остальным нововведениям, обновлениям и всему прочему претензий нет. Но вот сейчас, когда я все это вижу, когда вот вся вот эта вот клавиатура, она вместо обычной GTA-самповской нормальной становится вот такой вот андроидовской, то есть твоей обычной клавиатурой, которая может немного, так знаете, не особо правильно отображаться на экране игры, мне вот становится страшновато за людей, которые активно играли на Arizona Mobile при помощи как раз-таки вот этого своего телефона. Хотя странно, я не думаю, что на Arizona Mobile можно играть без своего телефона. И вообще, что там кто-то играет без телефона. То есть, для меня это прям такое, знаете, некое открытие на уровне с каким-то таким, знаете, шоком. Потому что я вот прям, я просто, я не представляю, как все это вот вообще... Однако радует, что пока что старые игроки, они могут оставаться на старых версиях Arizona Mobile и не обновляться. Но все равно, в любом случае, когда они, может быть, поправят какие-то баги, которые тут сейчас сиюминутно возникли, вполне возможно, что они опять все это возвратят, вот то, как все это было изначально. Вполне возможно, никто не может это отрицать. Однако, что-то мне подсказывает, что сейчас вот эта вот вся андроидовская клавиатура, которая у вас стоит в стоке на вашем телефоне, возможно, она будет вот на Arizona Mobile уже все до конца жизни, и нельзя будет переключиться обратно на свою нормальную клавиатуру. Опять-таки, это только мои предположения по поводу Arizona Mobile, и я не могу наверняка знать, так оно на самом деле или не так. Вы тогда можете спросить, а зачем я все это вам рассказываю, если не знаю наверняка, потому что я обсуждаю все вот эти вот новости, которые вы видите на моем канале, со стороны такого, знаете, обывателя. Что я вот просто вижу, то я и говорю, со стороны вот опять-таки своего GTA-самбовского опыта в мобильных вот этих вот всех проектах и в компьютерных проектах, а также еще немного я начал более, так знаете, менее разбираться в КРМП. Однако, что там будет на самом деле, как там все это сложится, по итогу мы пока что узнать не можем. То есть, разумеется, мы уже можем обновиться, мы уже можем там начать делать все прочие вещи, но, так сказать, вот со всем остальным поладить, ну, я думаю, будет не особо... Ну, можно привыкнуть. Ладно, ко всем вот этим вот нововведениям, ко всем вот этим вот клавиатурам, ко всем вот этим вот прочим вещам я более чем уверен, привыкнуть можно будет. Но это, разумеется, опять-таки вопрос времени, а я привык играть на своей обычной вот этой вот GTA-самбовской клавиатуре, которая не лагает, которая нормальная, которая замечательная. Сейчас вот мне как-то все это менять. Зачем? Для чего? Для кого все это надо? Я вот лично вот это вот не особо понимаю. Однако же, я буду следить за обновлениями на Arizona Mobile. Однако же, я буду следить за обновлениями на Arizona Mobile и выпускать все новые видеоролики, как только они будут вообще возможными к выпуску, для выпуска. А даже если они будут невозможными, я все равно их буду выпускать. Давайте будем с вами честны, откровенны и незаурядны. Все равно все это будет примерно вот как-то так работать. Поэтому сейчас говорить о том, что я буду проверять информацию, что я буду там делать то, делать это, да не буду я такого делать. Потому что я в своих вот этих вот ежедневных выпусках новостей, Ян Ярослав Брулев, я ничего не проверю, я ни во что не вникаю и за это, возможно, меня любят. За это мне иногда ставят дизлайки, но, чуваки, я вам вот что могу сказать. Забросайте меня землей, я посажу в ней цветы. Вот так я могу сказать. Поэтому, если вам что-то не понравилось, то, разумеется, ставьте дизлайк, отписывайтесь от канала, тут очень много воды. Непонятно, зачем он ее льет, он что вообще дебил, он что вообще идиот. Зачем ты что не можешь нормально говорить, разговаривать, зачем ты тянешь слова, как Владислав Павлов, зачем, для чего, для кого и вообще многое другое вы, разумеется, можете написать в комментариях. И даже больше вам скажу, это все нужно сделать, потому что тогда я буду знать, что вы, ну, знаете, индивидуум, который вот мыслит не так, как все, у которого есть свое мнение насчет определенных вещей, который там может высказываться свободно на Ютубе, ему не нужно ничье разрешение. Вы знаете, когда я был молодым, ну, там мне было лет 14, 15, может быть, 12, я вот мыслил точно так же, как вы, ставил дизлайки, там, знаете, отписывался от каналов. Я и сейчас так делаю, потому что мой физиологический возраст, это, ну, 12 лет, разумеется, и психологический, кстати, 54, поэтому вот, если вы не знали, то все, оно происходит именно так. А я играл на проекте Arizona RullyPlayFenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всей этой информацией ознакомьтесь, знакомьтесь, познакомьтесь, и всем спасибо за просмотр, или не спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки, отписки, подписки, Arizona RullyPlayFenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, все это находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и, разумеется, до свидания, и еще раз пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok